Всем привет, с вами Тимон, и ребята, давненько не было рубрики с вакуумом. Кто не знает, вакуум это пустота, это пространство, свободное от вещества. И если поместить какой-нибудь предмет с собственным давлением, ну, к примеру, игрушку антистресс, она раздуется. И это просто удивительно. А что если поместить арбуз в вакууме? Интересно, его раздует или нет? И вообще, как себя ведет арбуз в вакууме? Ведь он на 90% состоит из воды, а кто не знает, жидкостью в вакууме почему-то закипает. Хотя процессы нагревания там не происходят, и поэтому давайте все проверять. А пока, ребята, у меня отличная новость. Meizu запустили масштабный конкурс среди блогеров и их подписчиков. Приз это самый их крутой смартфон Meizu Pro 7. А если быть точным, сразу два смартфона. Один разыгрывается среди блогеров и один среди всех подписчиков. То есть мы с вами выступаем как одна команда. Идея проста. Если победит мой подписчик, приз также получу я. Давайте сделаем всех, я вас верю. Ведь Meizu Pro 7 это не просто крутой смартфон, а совершенно новое и уникальное предложение на рынке. Двойная камера, утонченный дизайн, встроенный музыкальный чип. И самое главное, это второй экран. Теперь можно делать селфи на основную двойную камеру, а не на переднефронтальную. Давайте выиграем эти два смартфона и покажем другим ютуб каналам, что мы с вами самые крутые. Условия конкурса простые. Подпишитесь на группу Meizu ВКонтакте, подпишитесь на их инстаграм и заполните гугл форму. И все. Результаты розыгрыша будут объявлены на канале Футбол с Meizu с Владимиром Стагниенко в начале декабря. Все ссылки, как участвовать в конкурсе, я оставлю в описании. А теперь продолжим. Ребята, если бы вы знали, как трудно сейчас достать арбуз. Их уже больше не продают, а те, что в продаже там и остались, они все погнили. Цены за них ломят, и я так и не смог достать новый арбуз. Ну, зато у меня был вот этот, который сохранился еще с прошлого эксперимента, когда мы устраивали челлендж между арбузами, дынями и тыквами. Да, было прикольно. И, кстати, там был один арбуз лишний, на всякий случай. И вот он пока более-менее живой. Ну, вроде бы гнить еще не начал. И теперь у нас есть другая проблема. Арбуз просто-напросто не пролазит в колбу вакуума. Смотрите, насколько он огромный. Блин. Ладно, ну, давайте я вам покажу, как мы засовывали помидор в вакуум в прошлом году. Это было прикольно. Сначала он не подавал никакие признаки, и я даже засомневался, а что он вообще может лопнуть? Ну, потом я начал наблюдать небольшие трещинки на помидоре. А в конце оказалось, что помидор лопнул за кадром, ну, с обратной стороны. Там такая трещина огромная образовалась, он начал там выделять сок и тут же подкипать. Это было феноменально. Все-таки жидкости в вакууме также расширяются, как и просто воздух, и, собственно, давлением в шариках, антистресс-игрушках. Ну, ладно, так, давайте аккуратно разрежем арбуз. Ох, как он трещит, он явно спелый. О, да, он очень красный, реально краснющий. Так, мы отрезали один кусочек, и кто бы сейчас лопал арбуз, а? Напишите в комментариях. Али это воспоминания. Так, давайте начинать. Накрываем арбуз колбой и включаем вакуумную остановку. Так, ждем. Пока ничего не происходит, может, как с помидором, это будет попозже. По идее, жидкости в арбузе должны начать закипать. Эх, к сожалению, это на камеру не было видно, но с арбуза там лезли, конечно, маленькие капли жидкости. Ладно, давайте по-другому. Как вам, если мы сделаем из арбуза типа смузи? Перемешаем его ложкой до жидкого состояния, и теперь вот эту можно жижу поместить в вакуум. И вот теперь должно точно что-то произойти, а кто не знает, я уже это делал с коваколой. Так, запускаем вакуумную остановку, и давайте ждать. Да, давление начало понижаться, и уже вот скоро вакуум. О, пошли первые бульки, и... Жижа начала подниматься, она расширяется. О, сверху такие були пошли. Да, даже семечку вытолстнуло. Как вы видите, жидкость в арбузном смузи закипает, это процесс парения. А также идет расширение волокон в арбузе. Жидкость лезет наружу, и... Смузи похож на огромного гадкого лизуна. Это было прикольно. Я надеюсь, вам понравилось. С выключаем установку. Да... Кто хочет, чтобы я засунул вакуум кинетический песок, и у него тоже довольно интересные свойства, а учитывая, что лизун в вакууме вел себя довольно круто. Ставьте лайки, ребята. Давайте наберем 30 тысяч лайков, я тут же сниму такой эксперимент. Участвуйте в конкурсе на телефон Мейзу, и подписывайтесь на мой канал, и делайте обязательно репосты, чтобы ваши друзья тоже увидели это видео. А на этом все, ребята. Всем удачи, и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok